Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас к обзору представлен прицеп Abey Cabaret, 99-й год выпуска. 672 тысячи рублей данный прицеп у нас стоит. Это на две стороны. Две зоны в салоне отведены под спальные места. Они же могут быть использованы как обеденные зоны, комбинированная кухня по левой стороне прицепа и комбинированный санузел с душевым поддоном и лейкой по правой части прицепа данного. Клиренс достаточно высокий, очень хорошая сохранность у прицепа, несмотря на 99-й год, это видно и по наружке, это видно и по состоянию салона. Степная головка Alka с обжимным компенсатором, две вилки, 13-пиновые они при условии их объединения, а так это стандартная семерка, стоящая на большинстве фаркопов в нашей стране. И есть возможность использования 13-пинового подключения. Все мы вам расскажем, покажем при необходимости. 13-пиновое подключение даст возможность использовать холодильник от 12 вольт в пути и заряжать собственный аккумулятор, место для которого также штатно есть у данного прицепа. В багажнике расположилось запасное колесо, плюс есть у нас еще место под два газовых баллона. Здесь используется обыкновенная газовая лягушка со шлангом, то есть здесь не встроенный газовый редуктор, а какой вы уже сами захотите. И также баллоны, какие именно вам больше нравятся. Композитки, металл по вашему усмотрению. Тент-палатку можно поставить с любой из сторон в данном прицепе. Не обязательно ее ставить со стороны входа, это может быть использовано как отдельное помещение. По правой стороне есть технический люк для обслуживания кассеты санузла. Здесь же у нас находится именно емкость для смывного бачка, она отдельно стоит. И кассета уже нижняя. То есть используется два септика, Aquarins, Aquablu. Кому нравится запах елочек, это Aquagreen. Место для установки собственного аккумулятора и подключение 220 вольт. Есть у нас также выхлоп части газового горения для бойлера Carver на 5 литров, которым оснащен данный прицеп. Ну и рядышком, конечно же, подключение воды. Так, окошки, техническое окно санузла и уже основные салонные светлые окна по сторонам. Тент-палатка также может быть установлена со стороны входа. Вот она, закладная в безупречном состоянии. Бокс для хранения каких-то вещей и место подключения газового гриля, что очень модно нынче в Европе. Но модно это стало достаточно давно, потому что прицеп 99-го года. Холодильник Electrolux. Две решеточки у нас. Нижняя для обслуживания газовой форсунки, верхняя для доступа к выхлопу. Холодильник с большой морозильной камерой. Вот еще раз немножко внешне. Такой вот он классический британский прицеп просто. Так, ну давайте посмотрим, что внутри у нас. В передней части салона у нас расположился достаточно большой диван. Светлые тона в отделке по мебели. Есть у нас быстросъемная тумба. Сейчас все к этому вернемся, все рассмотрим. В задней части прицепа расположилась еще одна спальная зона. При необходимости может быть использована как обеденная. Нижняя часть трансформируется в полутораспалку. И есть еще у нас вот такая полка. Она вот здесь вот держится и ставится на вот эти уголки, тем самым образовывая второй ярус. Спальная зона может быть закрыта вот такой вот купеобразной дверью. Ну и опять же она может хотя бы визуально защитить вас от проходной части из вот этого прохода. То есть, повторюсь, мы можем закрыться. И человек, который будет вот так заходить, не будет мешать людям, отдыхающим в задней части салона прицепа. В передней части также может быть разобрано спальное место. Есть закладная ролета. Вот она. То есть, сюда можно набором подушек с обратной стороны, вот они ровненькие, организовать также спальное место. Кому не нужна тумба, можем оставить ее где-то дома, в гараже. Другого места для хранения тумбы нету, но в ней есть тоже свои прелести. Такие, например, как вот такой вот быстрый столик для перекусов, для того, чтобы можно было поработать, поставить прицеп на, скажем так, с хорошим видом в какую-то сторону. Почему нет? Покушали, поработали, собрали, застегнули. Все красиво. Под диваном с правой стороны у нас расположился бойлер-карвер. Он на 5 литров работает от электричества 220 вольт и от газа. Газовая часть включается возле основного блока. В основном блоке мы видим включение 12 вольт, использование питания. То есть здесь мы можем выбрать свой через чарджер, то есть через ходящую электричество 220 вольт с понижением на 12 вольт. Можем использовать ванн. Это нижняя стрелочка. Это использование своего собственного аккумулятора, которым может быть оснащен данный прицеп. Топимся. Отопитель карвер. Электричество. Газ. Здесь у нас есть реостат. И здесь мы можем уже включать его раздувы. Ну вот он. Замечательно, кстати. Его, кстати, могу сказать, без использования ТЭНы данный раздув можно использовать для того, чтобы был приток свежего воздуха. На самом деле очень прикольная штука. Здесь, видите, можно включать его без использования ТЭН. Газовая часть у нас, ну, тоже будет вам слышно или нет, но пытается стартануть. Здесь стоит 12-вольтовый стартер, который зажигает эту печь, и, точнее, ее газовую часть. Интегрированная кухня по левой стороне по ходу движения. Здесь встроенный холодильник Электролюкс с большой морозильной камерой. Работа его от 12-220 вольт. И газовая часть с механической пьезой, для которой нам нужен только газ и не нужно электричество. Возможность увеличить зону рабочую на кухне вот таким вот образом. Здесь вот такая вот есть книжечка. Мойка. По традиции насос-помпа. Четырехкомфорочная газовая поверхность. Вот такие тут прям мощные заряды на розжиг. Так, газовый гриль. Газовая духовочка. Место для хранения столовых приборов. Места для всяческих больших сковородок. Есть место для хранения сухой чистой посуды. Тарелки. Пожалуйста, кружечки. Достаточно удобная. Достаточно правильно, я бы сказал, расположенная. То есть, есть отопитель, есть кухня, есть вещевой шкаф. Здесь у нас как раз-таки система входящего электричества 220 вольт. Мы видим выхлоп газовой части отопления. Матрасы для доорганизации спального места по верхнему ярусу. В принципе, все как положено. Ну и давайте посмотрим комбинированный санузел, которым оснащен данный прицеп. Итак, здесь у нас расположился достаточно вот такой вот большой модуль. Это унитаз абсолютно механический Тетфорд. Без электрических помп смыва и не обремененный никакой зависимости от питания. Раковина для умывания. Есть у нас такая телескопическая лейка. Ну и зеркал тоже достаточно много. И места для хранения туалетных принадлежностей. Ну, достаточно краткий, но я надеюсь полный обзор. Давайте подытожим. Это Абэй, 99-й год, на две стороны, с газоэлектрическим бойлером, с газоэлектрическим отоплением. То есть, все, что нужно, и две стороны. Сохранность, повторюсь, у прицепа шикарная. Можете посмотреть и по низам, и по верхам. Прицеп действительно достоин внимания. Инстаграм авточуиспсков.ру Сайты авточуиспсков.ру Информация о наличиях и ценах. И на нашем канале на YouTube обзоры представленных на нашей площадке прицепов. Благодарю за обратную связь, за ваши просмотры. И до новых встреч у нас на площадке.